Слава Господу, братья и сестры, за прекрасное время, которое даровал всем нам с вами Господь. Время, когда мы можем открывать свое сердце для назидания и одновременно для того, чтобы Бог мог проверить или осуществить ревизию нашего сердца, нашего духовного состояния, для того, чтобы мы знали, что надо в нас корректировать, поправлять или что требует какого-то изменения. Я хочу с вами поделиться на тему, которую я назвал «Почему открывается гнев Божий» и попытаться рассуждать, что может делать на Земле человек. Я думаю, что вы тоже прекрасно в свете Священного Писания это видите и это наблюдаете, что Бог реагирует на то, что происходит на планете Земля. И отдельные поступки, и отдельные людьми сделанные шаги, они вынуждают Бога реагировать на это гневом, Его судами, Его корректировкой. И наоборот, отдельные принятые человеком решения, совершенные поступки в небе находят благоволение, и Бог не судит, не наказывает, а благоволит, помогает, поддерживает и укрепляет. Как же научиться жить так, чтобы мы никогда не провоцировали небеса в нашу жизнь приходить судами, наказаниями, корректировкой? А наоборот, как же нам научиться жить и поступать так, чтобы небо всегда нам было в помощь, в поддержку, вдохновение и содействие? Другими словами, давайте попытаемся разобраться, почему открывается гнев Божий. И текст Священного Писания, который мы прочтем вначале, мы начнем его исследовать чуть ниже и дальше, и больше. Но это то, с чего мы начнем, это послание к Римлянам, 1 глава, стих 18. Римлянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба». Хочу обратить ваше внимание на эту фразу. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою». Выглядит так, что Бог не остается бездейственным на предмет того, что Он наблюдает, что происходит на планете Земля. И если на Земле проявляется нечестие, обратите внимание, написано «открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие». И выглядит так, что у Бога нет разницы, кто это человек по национальности, кто он по цвету кожи, кто он по сечению глаз. Выглядит вопрос, и стандарт, и Божья мерила измеряет только одно. Этот поступок или эта сказанная фраза, она попадает в категорию нечестие. И если попадает, то тогда обратите внимание, и небо на это реагирует. «Открывается с неба гнев Божий». Написано дальше так. «И неправду людей, подавляющих истину неправдой». Мы с вами сейчас вернемся к этому тексту, но давайте с вами проясним следующее. Есть несколько форм или несколько способов, как Бог свой гнев на планете Земля проявляет. Ну, если говорить о будущей совершенной вселенной, то помимо места вечного блаженства в вечности, будет и место вечного осуждения. И это тоже форма Божьего гнева и Божьего правосудия, которое проявится таким образом. Люди окажутся в озере, горящем огнем и серой. И это форма Божьего правосудия, форма Божьего гнева, которая проявится над теми, которые уклонились или отказались воспользоваться Богом, предложенной возможностью на вечное наследство в небесах. Еще одна из форм, наверное, вы, читая книгу «Откровения», тоже можете наблюдать, что Бог будет судить планету Земля. И конечный итог или Божьего судебного приговора заключится тем, что Библия говорит очень просто. Земля и все дела на ней, они сгорят. Когда мы с вами говорим сегодня, а проявляет ли сегодня каким-то образом Господь свой гнев на планете Земля? И одна из форм Божьего гнева, как Бог тоже себя проявляет, это стихийные бедствия, это стихийные явления. Цунами, землетрясения, сильные порывы ветра, торнейда и другие формы проявления стихийных бедствий – это не что иное, как Богом попущенное явление в природе, которое отчасти проявляет Божью реакцию на то, что проходит на планете Земля. Почему один из признаков последнего времени именно так и гласит о том, что будут глады, моры и землетрясения по местам? Бог проявляет свой гнев, но одна из форм гнева, которую мы уже перечислили, еще одна в дополнение к перечисленным, она вот в чем состоит. Иногда Бог проявляет свой гнев к человеку через простую процедуру. Он просто человека оставляет. Он его оставляет своим присутствием. И вы можете легко вспомнить, когда в Священном Писании Бог именно так отреагировал на одного человека, которого звали Самсон. Человек, который от Бога имел сверхъестественную силу, был человеком, который запросто на своих плечах выносил городские ворота вместе с запорами, который ослиной челюстью взмахнул, и около трехсот филистимлян расстались с жизнью. Человек имел физически крепкий организм и невероятную физическую силу. Но был момент, когда в жизни Самсона наступил такой момент, Библия говорит в 16 главе книги Судей, о том, что Долида усыпила его у себя на коленах. И когда начали ему отрезать волосы, в которых был заключен завет, потому что он вступил в завет Назарейства и должен был хранить свои волосы, чтобы не прикасалась к ним бритва. Когда обрезали ему волосы, Библия там говорит такие слова, он начал ослабевать. А когда проснулся, сказала ему Долида фразу, филистимляне идут на тебя, что сделал Самсон. Он сказал, пойду, как и прежде, освобожусь. А дальше сказана интересная фраза. Но он не знал, чего же он не знал, что Господь оставил его. Одна из форм, которым Бог проявляет свой гнев и проявляет свою реакцию, это форма, с помощью которой Бог просто человека оставляет. И давайте обратимся к тексту Писания, послание к римлянам, первая глава. И мы прочтем сейчас три стиха, 24, 26 и 28. Эти три стиха, послание к римлянам с первой главы, их что-то объединяет, и это что-то мы сейчас найдем. Итак, к римлянам, первая глава, 24 стих. «То и предал их Бог в похотях сердца их нечистоте». 26 стих. «Потому предал их Бог постыдным страстям». 28 стих. «Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Эти три стиха первой главы послания к римлянам объединяют три слова, слово одно, но в этих трех местах оно использовано. «Предал их Бог». Что сделал Бог? Бог просто оставил человека один на один с теми врагами, с которыми ему приходится вести духовную борьбу. Смотрите, как написано. «И предал их Бог в похотях сердца их нечистоте». В нашем телесной хижине в них просыпаются похоти, греховные желания. И вот что удивительно, друзья, и важно нам с вами это помнить и это знать, что если Бог тебя оставит своим присутствием один на один с похотями твоего сердца, то не ты победишь похоти, а греховные похоти разложат на лопатки тебя. И потому человеку важно, чтобы в твоем духовном борьбе и в твоем духовном противостоянии, против похотей, в твоем сердце, в твоей телесной хижине, чтобы тебе был помощником и содействующим тебе в этой борьбе был Господь. Потому что если Он оставит, ты в этой борьбе не победишь, ты в ней точно проиграешь. Обратите внимание, первое, чем проявляет себя, когда Бог человека оставляет, предал их Бог в похотях сердца их нечистоте. Когда человека Бог оставляет, первое, в чем это проявляется, он начинает проигрывать в похотях, которые просыпаются в его жизни или в его телесной хижине. Второе, 26 стих. «Потому предал их Бог постыдным страстям». Обратите внимание, начинается с того, что человек проигрывает похотям. Следующий шаг. Начинает проигрывать постыдным страстям. И выглядит так, что все усугубляется по мере того, как человек остается без Божьего содействия. А самое последнее, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Как-то один человек сказал, мне кажется, хорошую фразу. Он сказал так, если Бог захочет человека наказать, он у него просто отнимет здравый разум. А не имея здравого разума, человек себя накажет сам. И вот если теперь задаться вопросом, как могло так получиться, что Бог предал человека сначала похотям, потом постыдным страстям, а в конечном итоге превратному уму. Оказывается, все происходит очень элементарно. Просто когда Бог человека оставляет, то вся эта деградация, она легко в человеке проявляется. Выглядит так, что человек деградирует очень легко и просто, потому что прогрессировать человек может в одном только случае, когда ему помогает, содействует и его сопровождает своим благословением Господь. И если теперь цена вопроса так серьезна, тогда нам можно с уверенностью, рассуждая, задаться вопросом, а что же могло привести к тому, что этих людей Бог оставил? Сначала в похотях сердца, потом в постыдных страстях, предал их, просто один на один оставил, а в конечном итоге оставил их настолько, что у людей открылся превратный ум, чем это закончилось, написано так, делать непотребство. Выглядит так, не имея здравого разума, человек будет делать что угодно, но только нездравое и неразумное. И вот теперь из этого исследования, этого текста, который мы начали, читая с 18 стиха, я хотел бы вместе с вами обозначить три пункта, или три момента, или три таких фактора, которые ведут к тому, что человека оставляет Бог. То есть есть своя тенденция. Видите ли, друзья, Бог, Он реагирует на нашу жизнь. Ваша и моя жизнь, она не остается без внимания на небесах. И у Бога есть реакция, как в целом на отдельно взятого человека, так у Него есть реакция и на целый отдельно взятый город, отдельно взятый народ, на отдельно взятую страну. Вы можете вспомнить, когда Бог отреагировал на отдельно взятого человека. Таких реакций в Библии очень много, когда Бог оставил Саула. Так прямо и написано, Дух Господень отступил от Саула, а на Давиде почил Дух Господень. Есть Божья реакция, когда Бог отступил или предал своему суду целый город, к примеру, город Иерихон. Он просто сказал евреям, обходите его шесть дней, а в седьмой день, когда вы воскликнете, то падут стены, и вы овладеете этим городом. И есть в Писании, когда Бог оставил целый народ. Написано в Писании, Бог в свое время был такой момент, когда Бог оставил евреев, и их начинали овладевать то филистимляне, то маавитяне, то амалекитяне. Почему это происходило? Потому что Бог оставлял. Я думаю, вы помните историю, когда соглядатые, когда по поручению Моисея, они пошли, разведали землю, оттуда принесли даже виноградную гроздь, которая была большого размера. И вот тогда люди, которых ходило 12 человек, 10 из них, они говорили, нам лучше туда ногой не ступать. Сыны инаковые, высокие, в плечах широкие, мышцы у них крепкие, они нас просто как саранчу раздавят, с нами разделаются. И вспомните, пожалуйста, когда эта реакция соглядатаев, она произвела Божий гнев. И Бог сказал, почему они меня раздражают? Вы вспомните, когда Моисей озвучил Божью реакцию, у людей произошла перемена. И они сказали, пойдем и завладеем. И там есть такая прекрасная фраза, которую сказал Моисей, не идите. Почему? Ибо с вами нет Бога. Выглядит так, что вроде бы пришли какие-то амбиции, пришли какие-то личные внутренние порывы, но только за этими амбициями и порывами не было Создателя, Творца и Бога Израиля. Пошли, и Библия говорит, что спину или тыл, или свой затылок показали врагам и убежали в позоре и в стыде. Вот почему Библия говорит, что если Бог созиждет, созиждет, если Он созиждет, оно будет созидаться. Но если Бог не созиждет, то напрасно трудятся строящие. Если Бог не охраняет, то напрасно бодрствует страж. Выглядит так, что нам нужно научиться так, жить, чтобы Бог нам был союзником, сотрудником, с тем, кто сопутствует и содействует. И в этом отношении, вы знаете, люди знают, кто чего стоит. Я как-то уже приводил этот пример, когда на одну из миссионерских поездок летела молодежь на территорию Украины, их там было около 15 человек. И вот один из них, руководитель этой миссионерской такой группы, его звали, и зовут по настоящее время Александр, он в самолете сидел возле американской англоязычной женщины. И когда эта пожилая женщина, и когда самолет попал в зону турбулентности, его начало немножко трясти, то эта пожилая женщина начала волноваться, и все ее действия показывали о том, что она волнуется. А Александр, владея английским языком, спокойно обратился к ней и сказал, не переживайте, в самолете такое бывает, его иногда трясет. Она посмотрела на него, и вместо того, чтобы сказать спасибо, она задала ему вопрос, а ты кто такой? А он спокойно говорит, я христианин, мы с молодежью летим на миссионерский труд. Она спокойно выдохнула, а потом спросила, а сколько вас? И когда он сказал число, а их было около 15, когда она услышала, 15 человек, знающих Бога, которые летят на миссионерский труд, она спокойно расслабилась и откинулась в кресло своего кресла, потому что поняла, никуда этот самолет не рухнет, когда здесь 15 человек, которые знают живого Бога. Как и наоборот, будучи в Соединенных Штатах Америки, двое братьев с Украины, они такие состоятельные бизнесмены, и один другому говорит, слушай, мы давно в Украине не были, давай отправимся, посетим родную землю, свой народ. А второй интересно на его предложение отреагировал, он говорит, ну ты слушай, нашел, кому предложить, ты бизнесмен в Америке, я бизнесмен, в Америке, и он говорит такие слова, мы с тобой сядем вдвоем в самолет, еще самолет не успеет взлететь, как уже рухнет. А дальше он говорит так, если бы мне предложил бы пастор, он говорит такие слова, то я бы согласился, я знаю ради пастора этот самолет, и взлетит, и пролетит, и приземлится. И я для себя понял, что на самом деле люди знают, кто чем дышит, кто что из себя представляет. Я думаю, я думаю, в своей жизни, если были наблюдательны, вы иногда можете констатировать, что если у вас сотрудник или соработник, есть тот или иной брат, то вы иногда можете видеть, что отдельные люди, как магнит, к себе притягивают Божье благословение, а другие в свою жизнь, как магнит, притягивают приключение. Вот почему-то отдельные люди притягивают приключения, а другие притягивают Божье благословение. И не секрет, что когда очередным сотрудникам или соработникам вдруг появляется тот, кто себе притягивает приключения, то начинаются все серьезно молиться, Господи, будь к нам милостив. И это на самом деле так есть. Хорошо, сказал как-то один брат, и мне понравилась эта фраза, он сказал, есть люди, которые умеют входить в Божье присутствие. Просто их призвали к молитве, и они тут же в Божье присутствие вошли. А есть категория людей, которые с собой, куда бы они ни пошли, они с собой несут Божье присутствие. Одно есть дело, когда ты умеешь входить в Божье присутствие, а другое дело, которое куда бы ты ни пошел, а ты с собой несешь Божье присутствие. И вот нам очень важно быть людьми, которые не просто умеют входить в Божье присутствие, а умеют ходить в Божьем присутствие, носить его с собой, не терять, не расставаться с ним. И в этом есть свои причины. Равно как есть несколько причин, которые характеризуют, почему может расти растение. Эти, как правило, три компонента – это свет, тепло и влага. Свет, тепло и влага. К примеру, тундра – там светло, там есть влага, но там нет тепла. А в то время, когда в пустыне, там есть тепла, много, там есть много света, но там нет влаги. Но когда хоть один из этих компонентов отсутствует, тогда и не может растение расти, цвести. Вот что-то подобное и в жизни, и в духовном. Есть компоненты, которые способствуют тому, что Бог человеку помогает, а есть причины, по которым Бог от человека отступает. И нам, зная их, мы с вами можем сейчас на это и обратить внимание. Итак, если Бог человека оставит, обратите внимание, чем это проявится. Первое – начнешь проигрывать по хотям. Второе – начнешь проигрывать по стыдным страстям. Третье – начнешь в своей жизни делать непотребства по причине превратного ума. А это катастрофа, а это беда, а это огромная трагедия. И оказывается, если Бог оставит, жизнь человека ожидает только беда. Один человек хорошо сформулировал и сказал, послушайте, пожалуйста, хорошая фраза. Он сказал так. Так, если ты в своей жизни игнорируешь Бога, ты просто в своей жизни планируешь катастрофу. А если ты в своей жизни признаешь и покоряешься Богу, ты в своей жизни планируешь благословение и успех. Вот очень важно научиться во всех сферах жизни Богом не пренебрегать, от Бога не отворачиваться, а жить и стараться его держаться. Тот, кто игнорирует Бога, тот планирует себе катастрофу. Это только вопрос времени, когда эта катастрофа в твою жизнь придет. А тот, кто Богу покоряется, тот, кто за Бога держится, тот, кто Божьего лица ищет, тот в своей жизни планирует благословение и успех. Аллилуйя! И я хотел бы пригласить вас, чтобы никто из нас в своей жизни не был тем, кто Бога игнорирует, кто в какой-то сфере своей жизни его отклоняет, от него уклоняется. Итак, опасно быть оставленным. Как мы уже с вами сказали, по хотям начнешь проигрывать, постыдные страсти начнут брать над тобою верх, а превратный ум приведет к тому, что будешь делать непотребство. А как сказал апостол Павел в посланиях к Ефесянам, фраза звучит так, делая всякий срам с ненасытимостью. Можете себе представить? Срамные дела человек делает, и даже в этом постыдном деле даже никак насытиться этим не может. Это бездна тьмы, которая погружает человека. Так теперь давайте придем к причинам. Что же может быть причиной, почему Бог человека оставляет? Итак, давайте с вами первое прочтем. Мы уже прочли этот стих, но только из него сейчас найдем эту причину. 18 стих 1 главы послания к римлянам. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». Обратите внимание на глагол «подавляющее». Что делают люди? Подавляют. Подавляют что? Подавляют истину. Как они это делают? Неправдой. Обратите внимание. Первый шаг, который ведет к тому, что ты на пути, что тебя может оставить Бог. Это когда в жизни своей человек имеет к Богу нежелание покориться, а желание Богу сопротивляться. Что делает человек? Он подавляет. Он истине не покоряется, а он ей сопротивляется. Как или каким образом вы и я, каждый из нас, могут истину подавлять? Мы с вами в своей жизни это можем делать простыми вещами. Не покоряться истине, проявлять упрямство по отношению к истине или иметь сердце, которое ожесточено на всякое требование, которое звучит с истины. Оказывается, ты можешь в своей жизни быть тем, кто истине Божьей не покоряется, и в этом и проявляется твое подавление. Что ты пытаешься сделать с истиной? Ты ее пытаешься подавить. Ты ее пытаешься приземлить. Ты ее пытаешься из своей жизни исключить. Как мы можем с вами это сделать? Спектр очень широкий, но суть его состоит в следующем. Ты истине не покоряешься, ты ей ожесточаешься, ты ей противишься, ты проявляешь ей упрямство. Вот почему нам с вами в нашем сердце нужно всегда бодрствовать и просто говоря обходить самого себя и контролировать, не проявляю ли я упрямство. Не являюсь ли я человеком, который ожесточаюсь, не покоряюсь, противляюсь, оказываю сопротивление Божьей истине. Итак, первое, чем мы с вами можем быть на пути к тому, что нас Бог оставит, когда мы в своей жизни практикуем вещи, которые называются очень просто – подавляют истину. А это подавление простыми вещами – не покоряюсь, не прислушиваюсь, ожесточаюсь, не покоряюсь, проявляю упрямство, упорство. И это не что иное, как подавление истины Божьей. Следующее, прочитаем 19 и 20 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его вечная сила, Его и Божество от создания мира через рассматривание творения, видимы так, что они безответны». Обратите внимание на последнюю фразу «так, что они безответны». Это фраза, которую можно приблизительно интерпретировать так, так, что у них не остается никаких шансов для оправдания. «Безответны» – это значит, у тебя нету никаких причин, чем бы ты мог бы оправдаться в отношении того, что ты делаешь. Что сделал Бог? Давайте обратим на это внимание. Написано в 19 стихе. «Ибо что можно знать о Боге явно для них». Послушайте, пожалуйста. Бог обеспечил человеку источники познания о себе. Бог для вас и для меня, он невидим. Мы его не можем увидеть, мы не можем его осязать. Но невидимый Бог оставил очень много источников для того, чтобы живущий на земле человек мог его знать, мог понимать, что ему нравится, мог знать, что ему угодно, мог знать и понимать, что ему приятно. И обратите, пожалуйста, внимание, что Бог от человека ожидает. Читаю 20 стих. «Ибо невидимая его вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творения видимы». Обратите внимание на интересную фразу «через рассматривание». Выглядит так, что Бог обеспечил человека источниками, с помощью которых человек может узнать Бога. Узнать, что Богу нравится, какими качествами он обладает, что он любит, чему он в своей жизни отвергает и чего не желает видеть в человеке. Что же должен проявить человек через рассматривание? Человек должен проявить любопытство, любознательность, проявить усердие, приложить старание и проявить рассматривание. И я теперь задаюсь вопросом, если остается безответным, то есть без каких-то шансов оправдаться. «Тот человек, который, видя Божье творение, не приложил старания и не рассмотрел, и не рассудил, и не пришел к выводу, что есть Бог, то я теперь говорю вам и самому себе, а если помимо творения Бог вам и мне дал еще и свое священное писание, а теперь человек не желает рассматривать не только творение, а он не прилагает усилия даже и рассматривать священное писание». Я теперь задаюсь вопросом, а найдет человек тогда какое-то оправдание, почему он так жил, а Божью волю не знал? Вот тут написано так, что они безответны. Это значит, у них не остается никаких шансов оправдать себя, что они не знали, что есть Бог. Почему? Как-то я уже говорил эту фразу, есть отдельные специалисты, которые работают криминалистами. Я с одним из таких братьев встретился в Прибалтике, в Литве, и он даже на стажировке был в Германии, когда по отпечаткам пальцев они легко находят отдельно взятого человека. Но вот что удивительно, Бог на планете Земля оставил очень много своих отпечатков. Он оставил свои отпечатки своей премудрости, своего прекрасного вкуса, своего дизайнерского подхода на предмет того, как выглядит животное, растение, как прекрасно выглядит природа, как прекрасно меняются пары года. Все это не что иное, как отпечатки Божьего творения. И вот что удивительно, люди по отпечаткам пальцев научились находить человека, а по отпечаткам Божьего творения не могут найти Творца. И выглядит так, что Господь здесь в этом отношении говорит, человек, я свою премудрость и свою невидимую силу, я тебе ее явил через то, что я сделал, что я сотворил, что я создал. И ты теперь, рассматривая это, можешь прийти к выводу, какой величественный и славный есть тот, кто всему этому дал свое начало. И если человек не рассматривает, обратите, пожалуйста, внимание, что Библия говорит, ты безответный. Это значит, от того, что ты не приложил старания рассмотреть, это не значит, что у тебя получится найти причины себя оправдать. Ты безответный, ты не найдешь причин оправдаться. И я теперь из этого выхожу к следующему выводу. А если Бог дал нам Священное Писание, а теперь человек, который живет на земле, он не утруждает себя тем, чтобы рассматривать, исследовать, углубляться, чтобы пытаться для себя в него вникнуть. Итак, первая причина, которая ведет к тому, что человека может оставить Бог, она очень простая. Человек непокорен, непослушен, ожесточен и так далее по отношению к истине. Вторая причина. Человек нелюбознательный, нелюбопытный. Он не проявляет рассудительности, он не прилагает усилий и старания разобраться, вникнуть, исследовать, выяснить, прояснить и для себя что-то четко и ясно уяснить. Обратите, пожалуйста, внимание, Бог вам и мне не только дал огромное свидетельство своей премудрости в творении, Он дал нам и особое откровение в Священном Писании. И теперь, исследуя Священное Писание, вы и я, вы можете чувствовать вкусы Создателя. Вы можете знать, что Ему нравится. Вы можете знать, что Ему не нравится. И уже это не предугадывать, не пытаться интуитивно предсказать, а четко в Священном Писании это прояснить. И исходя из этого, обратите, пожалуйста, внимание, один из признаков, который человек на пути, что его может оставить Бог, когда человек теряет интерес и любопытство и любознательность к Священному Писанию. Вот почему Священное Писание у вас и у меня должно быть книгой, которую мы исследуем, изучаем, вникаем, из которой мы углубляемся, из которой мы наставления для своей бессмертной души черпаем, берем. Если этого нет, это уже беда и путь к трагедии. И третий пункт, читаю 21 стих. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствовании своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Не буду очень детально это комментировать, просто на один аспект обращу внимание. «И как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога». Обратите, пожалуйста, внимание, как они, познавши Бога, что они сделали, не прославили Его, как Бога. А дальше фраза «и не возблагодарили». Не прославили и не возблагодарили. Слушайте, друзья, если человек в своей жизни не прославляет Бога, скорее всего, он начинает прославлять себя. Если человек в своей жизни не благодарит Бога, как правило, всему он начинает благодарить только самого себя. Кстати, в отношении благодарности, как-то один христианин, он заехал в дорожное кафе, ехал на автомобиле, взял себе небольшую порцию еды, и столики все были заняты, и он сел напротив другого мужчины, за столик небольшой, поставил то, что взял, и, закрыв глаза, помолился. «Господи, благослови Тебя, благодарю», и сел. А тот, кто сидел за этим столиком и уже кушал, он к нему так с такой поддевкой немножко к нему говорит, что и ты этот, да, и ты вот этот, и так крестным знаменем окрестил себя, и ты тоже этот, да, вот штунда, да, сектант, который тоже там Бог и так далее. А наш брат спокойно говорит, ну да, я, да, верующий. А он говорит, а ты знаешь, а я все, что в своей жизни имею, все заработал только своими руками. Поэтому, если я кому-то и буду благодарен, то только самому себе, а больше мне некому воздавать славу и быть благодарным. А наш брат так спокойно говорит, ты знаешь, вот ты мне напоминаешь мою домашнюю собаку, вот ты знаешь, я ей, когда даю еду, она тоже никому никакой благодарностью, вот своей мордой в пищу и жует, и все, и никакой благодарности. И этот мужчина-бедняжка оказался в неловкой ситуации, от того, что он на самом деле от Божьей руки и пища, и питье, и сон, и аппетит, все от его руки, и ему легко и запросто можно отключить любую функцию в нашем организме. Он щелкнет, и организм перестанет переваривать пищу. Только пальцем шевельнет, и зрение человек потеряет. Пальцем шевельнет что-нибудь в организме, как выстрелит, как заклинит, как закоротит и запросто с вертикального в горизонтальное положение переместишься и поймешь, кто ты такой, и какой ты такой сильный и отважный. Так вот, обратите внимание, третий компонент, который ведет к тому, что человека может Бог оставить, это отсутствие благодарности и хвалы. Нет хвалы Богу и нет благодарности Богу. Это тоже путь, который человека может привести к трагедии. Я прочитаю один текст, книга Иова, 31 глава, я хочу, чтобы вы обратили внимание, как удивительно человек рассуждал на свою жизнь. Вот слова Иова, я хочу, чтобы вы на них обратили внимание. Я читаю 31 глава книги Иова, 27 стих. «Прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это тоже было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего». Я абсолютно уверен, что то, что я прочел, мало кто из вас понял. Поэтому я прочту еще раз и медленнее. 31 глава книги Иова, 27 стих. «Прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою?» Вы когда-нибудь награждали поцелуем свою руку или нет? Никогда в вашей жизни такого не было? Вот Иов говорит такие слова. «Целовали ли уста мои руку мою?» Правда, интересно, что же это за мысль такая? А знаете, что это за мысль? А это мысль следующая. Иов здесь говорит следующие слова. «Я никогда не восхищался способностью моих рук к тому, что я могу сделать». Он говорит, «Я не награждал свою руку поцелуем, я не говорил, руки имею, а, золотые. Кипичи положу так, никто в мире больше так не ложит. Что-то сделаю так, никто в мире больше этого не повторит». Иов говорил очень просто. «Я не награждал свою руку поцелуем, это значит, я не восхищался способностями своих рук, что они могут сделать». А теперь, а если бы восхищался, слушайте внимательно его слова. «Это тоже было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего». Хочу обратить ваше внимание, сколько глубокая мысль была у этого человека. Почему я и говорю, что тот, кто не славит Бога, начинает прославлять себя. Тот, кто не выражает благодарность Богу, скорее всего, очень восхищается собой и чувство благодарности испытывает только к самому себе. Вот почему есть три пункта, которые отчасти ведут к тому, что человека может оставить Бог. Это когда человек проявляет непокорность, когда он подавляет Божью истину, когда не прислушивается голосу совести, когда проявляет ярко выраженное упорство, упрямство, непокорность, ожесточение. Это страшный шаг. Первый, пусть маленький, но шаг к тому, что ты на пути, что тебя может оставить Бог. Второй пункт – это когда ты не рассуждаешь и не рассматриваешь, не проявляешь любопытства и любознательности на предмет того, что дал человеку Бог, чтобы человек познал Бога. И одно из этих средств – это священное писание. Если у человека теряется любопытство, любознательность и такое чувство исследовать, углубляться, прояснять и выяснять – это уже опасная тенденция, над которой надо бодрствовать и себя в этом отношении замечать. И третье, как мы уже с вами сказали, отсутствие хвалы Богу и благодарности Богу. Если это отсутствует, скорее всего, ты кандидат на предмет того, что тебя может оставить Бог. А теперь, а если Бог оставит? Мы с вами уже это констатировали и говорили, как минимум три вещи такого человека постигают. Первое – похоть и сердце, в которых ты начинаешь им проигрывать. Второе – постыдные страсти, которые в тебе поднимают голову так высоко, что ты им даже не можешь оказать сопротивление. А третье – ты начинаешь делать просто непотребные вещи по одной причине, потому что в твою жизнь пришел превратный ум, а он в твою жизнь пришел, потому что тебя просто оставил Бог. И вот теперь зависимость и другая. Если в твою жизнь пришел Бог, если ты делаешь все возможное, чтобы с Богом не расстаться, Бога не огорчить, а с Ним связь и близкую связь поддержать, и Его ничем не огорчить, и Его не оставить, то все выглядит наоборот. Из превратного ума человек приобретает здравый ум. И постыдные страсти теперь в Его жизни не берут над Ним контроля. И похоти, которые раньше Его водили, Он теперь над этими похотями господин и хозяин. Не похоти руководят им, а Он контролирует похоти и запросто нажимает на любую тормозную систему, и они Ему подчиняются. И этот человек живет на земле человеком. В полном смысле слова, будучи хозяином своей судьбы, имея близкие и тесные отношения с Богом. Вот почему, друзья, нам нужно в своей жизни понять и уразуметь. Одна из форм Божьего гнева, которая может проявиться в нашей жизни, она звучит так просто. Бог человека оставляет. Не обязательно, что молния поражает. И не обязательно, что суд приходит. Одна из форм Божьего гнева Бог просто человека оставит. И вы можете легко в Библии найти, Бог оставил Саул, оставил Самсона, Бог оставил свое время своим присутствием Саула, было время, Бог оставил Израиль, и последний текст, который я прочту, это книга Псалмов и Псалом 80-й. И с этого Псалма хочу прочесть текст, который говорит о том же, вот обратите внимание, мы с вами прочитали послание к римлянам, а теперь послушайте внимательно, в 80-м Псалме. Задолго до того, когда писал Павел, слушайте внимательно, что говорил Господь. Просто авторство, разные люди, а почерк один и тот же. Псалом 80-й, 13-й, 14-й стих. «Потому я поставил, оставил их, потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». Что сделал Бог? Он их оставил. Чем это закончилось? Люди начали ходить по своим помыслам. Выглядит так, что у Бога есть какая-то мера. Вот у человека есть помысл, и он в этом помысли проявляет упорство, упрямство. Бог ему говорит, тебе не надо этого. Отвернись, не практикуй, не упрямствуй, а человек серво упрямствуется. И наступает такой момент, когда Бог свое содействие просто отнимает. Что он делает? Он просто человека оставляет. И вот что удивительно, как только оставил, то человек вот этому упрямству своего сердца начинает идти, в нем порабощаться, костенеть, и в конечном итоге становится только беда и трагедия. А если путь обратно? Вот слушайте внимательно 14 стих. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их, и обратил бы тыл, и обратил бы руку мою на притеснителей их, ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы, и насыщал бы их медом из скалы. Если бы путь обратно, есть какое условие, если бы народ слушал меня, и Израиль ходил путями моими. Поэтому, мои дорогие братья, мои дорогие сестры, я могу с уверенностью вам сказать одно. Если вы в своей жизни не теряете Божьего содействия, вам тогда ничего страшного в жизни не встретит. Если даже и встретят неприятелей, то Библия здесь говорит такие простые слова. Тогда ненавидящие Господа раболепствовали бы им, и их благоденствие продолжалось бы навсегда. Выглядит так, что если человек с Богом, у него вся жизнь, я не скажу проста, но в этих непростых ситуациях, ему содействует, помогает, сотрудником его жизни является Господь. Но если человека Бог оставил, это самая большая трагедия и беда. И не секрет, мы в своей жизни имеем эти моменты, когда жену бросил и оставил Бог, когда мужа бросил и оставила жена, когда своих сыновей и дочерей бросили, оставили, забыли, покинули родители. Мы имеем эпизоды грустные, когда один товарищ или друг бросил и предал своего товарища. И это трагедия, трагедия, трагедия и трагедия. Но самая большая трагедия в жизни отдельно взятого человека, когда тебя оставит не муж, и когда тебя оставят не родители, и когда тебя оставят не друзья, а когда тебя оставит святой и всемогущий Бог. Это самая большая трагедия. И наоборот, если тебя оставили родители, если тебя оставили друзья, если тебя оставили близкие и родные, но если тебя принял Господь, никакой трагедии в твоей жизни нет, Потому что самый великий, в чьей руке твоя судьба, ты с ним восстановил свои отношения. Вот почему, друзья, я приглашаю вас и самого себя знать и понимать, что есть причины, по которым Бог свой гнев на земле проявляет. И одна из форм он просто человека оставляет. Я искренне хотел бы, чтобы вы, не я, никогда с Богом не расстались. Никогда его не оставили. И чтобы вы и я не спланировали себе трагедию в жизни, игнорируя и пренебрегая Богом. А потому давайте, друзья, давайте Богу покоряться. Давайте истине не сопротивляться, а ей подчиняться. Давайте быть людьми, которые к священному писанию не теряют любопытства, любознательности. Давайте рассматривать, рассуждать, вникать, исследовать священное писание. И давайте быть людьми, которые Бога благодарят и Его святое имя славят. Чтобы никто из нас и никогда не целовал свои руки и не восхищался своими способностями. Потому что все, что ты имеешь, это тебе дано. Потому Павел и говорил, а если ты получил, то что хвалишься? Как будто не получил. Другими словами, если способности, которые у тебя есть, знай и понимай эти способности, даны тебе от Бога. Хочешь хвалиться? Тогда хвались тем, кто тебе это дал. Не присваивай это себе, не делай это своим авторством, а понимай и осознавай, это Он дал, это Он подарил. И все способности и наши таланты – это щедрый дар от Него, подаренный нам. И если ты этим пользуешься, то и славь того, кто тебя этим наградил, и тебе это благословение даровал. И пусть поможет Бог нам с вами жить так, чтобы мы своим образом жизни, Божье благословение, с неба к себе притягивали. Чтобы мы жили так, чтобы не притягивали приключения, а притягивали Божье благословение. И если это будет так, то тогда люди вокруг вас, они будут тоже ценить и понимать, как в Армении, когда было землетрясение, один из братьев свидетельствовал и говорил, что когда в роддоме, где работала христианка, работала она акушеркой, когда раздалась сила земляного толчка, то отдельная категория людей искали быстрее аварийный выход, куда можно выбежать на улицу, а были те, которые быстро сориентировались. К примеру, эту сестру звали Анна, ее, может быть, звали как-то по-другому, но все знали, что она христианка. И отдельная категория людей подумали не где находится выход, а подумали, где сейчас находится Анна, зная, что она верующая. И те, кто забежали в ту комнату, где находилась эта Анна, плиты перекрытия над ней сложились пополам, образовали своего рода шатеры, все, кто были возле нее, остались живы. Потому что люди знали, с этим человеком Бог. Он его не оставил. И хорошо, друзья, когда не мы ищем тех, с кем Бог, а когда другие знают, что с нами Бог. Когда не мы люди, которые умеем входить в Божье присутствие, а мы живем так, что люди другие знают, куда бы этот человек ни пошел, Божье присутствие его сопроводит. Или на автомобиле, или на поезде, или на катере, или на воде, или в воздухе. Разницы нет. Святой и вечный Бог, Он его не оставит и не покинет. И я искренне желаю вам, чтобы вы и я свои взаимоотношения с Богом укрепляли, сближали, чтобы ваше и мое с Ним общение было еще теснее и ближе, чтобы вы были людьми, которых Бог не оставляет, а с которыми Он сближается, и между которыми, между небом и тобой, живущим на земле, эта связь только становится ближе, теснее и роднее. И ради Иисуса Христа пусть нам поможет Бог жить и поступать так, чтобы никогда не провоцировать Его на то, чтобы в нашу жизнь Он приходил своим гневом. А наоборот, жить и поступать так, чтобы в вашу и в мою жизнь Он приходил своим благословением. И пусть Его имя будет прославлено и превознесено Ему вечному слава во веки веков. А наоборот, жить и в мою жизнь Он приходил своим благословением.